Доброе утро! Почти заканчивается у нас погрузка. Там вот я столбы вот эти вот поставила. Тяжеленные они еще надо здесь с двух сторон поставить. Трубы тяжелые, неполые. Взмокнешь, пока сделаешь. Проблема в том, что здесь закрыта дорога. Я вчера ехала в объезд и потом, если там будет горка, сейчас будем смотреть по карте, то мы там встрянем. Я предложила сейчас одеть цепи. Ну, дедуля мой сказал, дедушка, поднимемся без них. Посмотрим, как. Дедушке не верить невозможно. У дедушки стажа более 40 лет. Так что посмотрим. Там нечего говорить. Наверное, продолжим загрузку. Закрепим все ремней. 15, минимум 12 я сюда кину на них. Более 30 тонн. Трубы эти внутри не полые. Я потом скажу, для чего они, не как они делают по схеме. Вот эти стоят железки, шпалы, которые под этим под прицепом лежат. Я потом покажу место, где ставить их, конечно, обязательно и желательно здесь еще соорудить стенку. Здесь отступила я от передней стенки, где-то полтора метра, чтобы нагрузки перегрузная на ось не было. И вот эти вот средние лежат уже, ну, middle, посередине их 7 штук будет. Сейчас еще две положат и нормально. Ну вот. Ремешков 15 кинул. Там вальтер уже закрывается. Отлично. А мне еще поработать. Выбираемся отсюда. Никакие цепи не одевали. Попросили шведа показать дорогу, как выехать. Проблема в том, что если мы сейчас в городе застрянем, мы застрянем там конкретно. Мы очень сильно груженные. А он сказал то, что там есть улица, дорога. Показал на карте, как. Ну, там тоже с подъемом. И если надо будет уступить место машине, тормознуться там на подъеме, все, капец, мы встряли, мы не поднимемся. Т.е. разогнаться надо хорошо. Так, едем за шенкером. Поверните налево. Здесь постоянная засада зимой. Ну, поехали, поехали, поехали. Все,emy SNP Не тормозим, идет сзади меня «Вальтер». Я знаю. Через 300 метров поверните налево. Вот сейчас маленький мостик, Patienten задать гости, пац Pierce or Carol». Вон он. Там что-то какие-то ремонты не шли как-то делать. Давай, давай, давай. Блин, там с этими санками, с колясками. Видите, понимаете? Остановились. Залетаем сюда. Верните налево. Спасибо. Давай, давай, давай. Иди, иди, иди. Хорошая моя. Давай, солнышко мое. Этот пустой впереди идет почти. Хоть бы дороги здесь посыпали, что ли. Накатаны дороги. Через 600 метров поверните направо. Шенкер пустой почти. Там у него какие-то пледы легкие валяются. И ему нормально. Не парится. Вальтер где-то застрял. Блин. Вальтер! Дедуля! Все окей? Пока, да, Глит. Пока все хорошо, значит, он тоже поднялся. Просто я его не вижу. Там еще будет подъем такой. Поехали, поехали, поехали. Поехали направо. Сама поворачиваю туда направо. В следующий раз как-нибудь. Вальтер меня не увидит. Едет, видит, видит без сил. Тут главное не ступить, не растеряться, не тормознуть на этих. Через 600 метров поверните направо. Там, где дорога закрыта, такой маленький был подъем в том году. Тоже насыпь, это самое, снега навалило. И мне позвонил шеф. Не бери ты трубку. Блин, перезвонит. Потом позвонишь. Нет, я взяла, короче, трубку и чуть-чуть газ убрала всего лишь. И все, потом два часа там сидела и с цепями, и со всем вместе. И трактором в итоге вытаскивали оттуда. Потому что я здесь уже ученая знаю, что здесь за фигня такая. Вальтер пошел, поверните направо. Опа, 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 опа. Здесь тоже подъем такой. Давай быстрее иди, дай мне место. Вальтер ползет. Я буксую. Пошла, 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 пошла. Флэнт, такая горда. Этот швед тоже сказал, что там могут быть проблемы. 30 километров в час ползу. И если я не заберу сюда, ну там, в принципе, дорога прямая. Я могу спуститься и взять разгон. Швед сказал, что в городе на подъеме там может быть проблема. И если там пойдет какая-то машина, надо будет уступить дорогу. Все, капец, мы встряли. Ну, не так сильно встряли, но нормально. Будет проблема. Ну, что здесь, здесь спускали, что ли? Так, спускаемся, значит, вон там. Подниматься сейчас будем. Поворот. Сейчас он пройдет. Он уже длинный. Чуть-чуть себе место оставлю. Поехали. Давай. Арбайта. Я, честное слово, я вчера засыпала, представляла, как я поеду отсюда. Ну, как я приехала, вы видели, да, уже. Я думаю, может, цепи накинуть, блин. Ну, на ведущие. На прицеп на это. Не на все, конечно, все колеса. Поехать зато колбаситься не будешь. Утром Вальтеру спросил, он говорит, без них поедем, доедем. Ну, с таким водителем вообще не надо спорить. И только рот. Через 200 метров поверните направо. Рот на замок. Уши как... Окей, хорошо, Айта. Поверните направо. Он подлиннее, дорогу потолку. И типа, короче, мы сюда на этот тупо вышли бы. И здесь у нас тогда было бы. А сейчас нормально. Поняла. Он боялся за тот подъем, за тот угол. Я говорю, с таким водителем рот на замок, уши как локатор. И слушать, и впитывать, что он тебе бесплатно говорит и объясняет. Вот сейчас он сказал, что шлет пошел подлиннее по дороге. И он боялся, что там на подъемах мы там этот самый встрянем. Сейчас еще подъем. Сказал, что здесь уже нормально. В прошлом году там была маленькая горочка. Маленькая, но она такая была скользкая. Как сопля, зараза. Как будто ее еще маслом полили. И я говорю, я трубку взяла и там все, короче, не села. А поворачивать, спускаться, если там нет возможности дать назад, спуститься и взять разгон еще. Потому что там резкий крутой поворот по 90 градусов и мост. Короче, возможностей такой нет. Если ты поползешь туда, в речку, короче, никак ты не разгонишься. И очень-очень скользко. На мосту, от этого моста, короче, идут. Ну, там хоть еще прямо. Я как-нибудь поеду туда летом, покажу эту ситуацию. Кроме как вперед, чтобы тебя дернуть, ну, никак. Поэтому ребята с тобой таскают одну бутылочку водки, чего-нибудь спиртного. На такие случаи, чтобы тебя дернули. Зимой положи себе ее и пусть лежит. Чтобы тебя дернули и отблагодарить. Вот так. Сейчас подвигаем на Вястерос. Сало, Вястерос, и там уже выйдем. Опять же, как навигатор сейчас поведет, он ведет там 600 километров, этот, 693 километра. Мы так не поедем. Это, конечно, жопа так ехать. Ой, шведик, спасибо тебе, мой золотой. Люди здесь добрые, хорошие. Они тебе все просят, все выкинут и будут тебе помогать. Этот тоже говорит, я говорю, вы долго будете разгружаться? Он говорит, нет, открыл свои эти двери. А там легкие политики. И он, короче, этот выкинул. Отлично. В одном месте, на Крунс Грунт, это фирма, ну, это, ну, с кранами, там они работают, норвежская фирма, выкружаться с Вальтером. Вместе пойдем. Что-то Вальтера я не вижу. Через 400 метров, поверните налево. Что-то Вальтера я не вижу. Валертера я не вижу. Смотрите. Здравствуйте, спасибо большое, минуты на лево Да? Хорошо, лучше на лево Хорошо, хорошо Просто прямо Хорошо, нет проблем Не следуй меня, потому что ты идешь на правую Хорошо, спасибо Спасибо, до свидания Он говорит, теперь следуй налево Он поедет на лево Все, Вальдер едет Что тут такое? Ничего, швед подошел и сказал, что он направо, а я налево И все, никаких проблем Йо-о-о-о Маленькая горочка буксуем Машинки бах сразу тормозят, видят, что траки идут тяжелые Спасибо И им же легче Здесь люди понимающие и не думающие только о себе Поверните налево Вот Блин, машина Поворачиваем Вальтер что-то стоит Вальтер, все окей? Почти, почти Я здесь на дороге остановлюсь Ну, вообще Окей Почти, я здесь немножко остановлюсь Нет, выбрался Едет Едет, едет Машины надо пропустить Вот, кирка То, что по карте Показывается Все Через 6,8 километров На Е4 И там до Вястероса Вот, кирка То, что он рисовал На карте, как выезжать Поняла я По длиннее пойти Вальтер хотел раньше повернуть И там Две засады было бы А если поехать Как я приехала Помните Этот крутой поворот Спуск Это надо было Подниматься Такой тяжелый Все, до свидания Никуда бы ты там не поехал Легко Еще там можно прийти Или Легко Проблемно уйти Было бы оттуда Там накатано Так здорово Вот и отличненько все Через 5 километров На Е4 И все Выбрались Самое сложное Уже позади И больше мы Нигде не застрянем Спасибо, ребятки Что были со мной Спасибо Мусечки вам Мои золотые вы Натерпитесь тут со мной тоже Да? Вот такие вот аттракционы А потом и ржешь И вообще кадр Если я куда-нибудь попаду Залечу Мне надо обзвонить всех Собрать вокруг себя всех Ну я шлев по гороскопу Понаслушать советы Отлично сделать Выбраться самой И собрать аплодисменты Ах, Алена, молодец Я кадр Щеток Вогода, конечно, отвратная И то, что мы там вылазили Опытные водители поймут Плохо было то, что Плюсовая температура Снег мокрый Скользко Был бы морозик Было бы намного-намного лучше Сейчас этот спрей летит Зеркала у меня уже загажены А еду только 27 минут Хорошо еще, что с Вальтером, конечно Вальтер это чемпион мира по штанге Это я его дедушкой называю Вот И я уже сказала, что опытный Там руки, ребят Там такие Там не руки Там такие лапы Он берет Если пивную кружку Одной рукой Ее не видно И он остался бы чемпионом Мира по штанге Если бы не подвела его почка У него одна почка И мужик работает до сих пор И работает и дома У него очень много земли Там выращивается картошка Все такое В общем, не сидит на копе ровно Ну, на пенсии Вот Вообще дядька такой мировой Конкретный дядя И если говорит То он говорит по делу Вот так вот Небольшая характеристика То есть Бояться И там Очковать с таким человеком Нечего Молодчина Там 111 километров По Е4 По этой И там на 56-ю И уйдем на Виастерос Навигатор маленький Постоянно уводит То развернитесь Через 1,1 километр Покиньте Хауэй Свалите отсюда Мы его не слушаем Едем на Сало Навязный раз И там выбраднем Так мы срежем много Ну и все Доброе утро Надо мне еще поздороваться С мужем Позвонить ему Как он там Выбрался Вон там Не выбрался Там тоже Было Не айс На Эда Была вчера Плюсовая температура А сегодня Может ударить морозы Доброе утро Доброе утро Доброе утро До свидос Пожалуйста Покиньте Пожалуйста Сверните Здесь Сейчас На каждом съезде Так будет говорить Развернитесь Типа И пилите Назад Нигде Ни в одной стране В Италии В Испании В Франции Германия Норвегия Потому что тем более Из Швеции Никто не ездит По навигатору Четко так Как он ведет Так и пошел Есть маршруты Которые ездишь Но это не тот вариант И это редко У нас бывает Небо красиво Надеюсь Кладриваюсь Надо того Вон синего Еще обогнать Чтобы Такие спреи Не летели Вальтера Не вижу Уже Где-то Сзади Отстал Я иду Где накатом Где так Пусть едет Там буду Проезжать Сало На остановке Там ровное место Площадка Залечу Наверное Все-таки Магазин Куплю себе Молока Молока Попить Осталось Работать Немножко Больше Ничего Покупать Не буду Все остальное Надо кушать И при хорошем Раскладе Я сегодня Дойду до базы Помоюсь Покушаю Спокойно Посмотрим Там Какие-то аварии Впереди Огоньки Редактор субтитров